Департамент полиции и погранохраны объявил октябрь месяцем добровольной передачи незаконного оружия полиции. Цель акции проинформировать людей об обязанностях, связанных с владением оружием, уменьшить число незарегистрированного оружия и тем самым, конечно, повысить безопасность общества. У нас в студии Лайна Каменская, ведущая специалистки из Клиновского отделения полиции Пыхевской префектуры. Доброе утро. Доброе утро. Давайте первым делом разберемся с тем, что считать незаконным оружием. Незаконное оружие – это любое оружие, на которое требуется разрешение департамента полиции. Это огнестрельное, газовое, пневматическое, которое калибром больше 4,5 мм, а также акустическое оружие. Акустическое оружие – это оружие, которое используется в театральных постановках или инсценировках военных сражений. То есть даже если где-то в театре на стене висит ружье, которое во втором акте должно высказать. А что касается оружия, которое непригодно к использованию? Допустим, из него никогда не стреляли и стрелять не собираются, но тем не менее это оружие. Его тоже нужно регистрировать? Правильно вы сказали. Это оружие. Его тоже необходимо регистрировать. Если человек обращается в полицию и говорит, что вот, наверное, у меня есть незаконное оружие, хотелось бы его зарегистрировать, его ждут какие-то санкции? Ведь все-таки он хранил это оружие незарегистрированным. У нас месячник. Как вы сказали, это акция месячная в октябре месяце, когда любой человек может и должен сообщить о том, что у него есть оружие, и он хотел бы его сдать. А что происходит дальше? То есть это оружие ставится на учет, и он может им дальше владеть уже на законных основаниях? Прежде всего, я сказала бы, что нужно позвонить, сообщить об этом. Придет сотрудник полиции. Самому идти никуда не надо. Придет сотрудник полиции. Оружие доставят безопасно на хранение в полицию. И человек тут должен определяться. Он возьмет это оружие, хочет его себе приобрести в будущем, или же отдаст государству. Давайте, может быть, поясним, что сам человек не может решить, может его оружие выстрелить или не может. Это должен делать специалист, у которого есть определенная лицензия. Расскажите подробнее, что за лицензия, что за специалист. Вы правильно сказали, что не всякий предмет, похожий на оружие, это оружие. Сами знаете, что у нас в киосках продаются всевозможные макеты пистолетов. Понятно, что это не оружие. Но определить, когда человек нашел предмет, похожий на оружие, может только специалист. И об этом надо сообщить. И дальше по схеме мы определим. А что касается коллекционного оружия, оно тоже попадает под это определение, что оно должно быть зарегистрировано официально? Ну, я как понимаю, что под коллекционным оружием вы думаете предметы исторической оружия, то есть исторической культурной ценности. Да, конечно. Любая коллекция должна быть на учете. В данном случае коллекция оружия и боеприпасов должна иметь разрешение департамента полиции и зарегистрирована в префектуре по месту жительства. И в случае коллекции, коллекция боеприпасов и оружия должна иметь хранилище. Из хранилища выносить его нельзя, только можно по спецразрешению департамента на выставке. Ну, и как вы поняли, носить его нельзя. Ага, то есть если на стене лежит какое-то ружье со времен 19 века, то на самом деле так делать нельзя? Нельзя, да. Оно все-таки должно быть в хранилище, под стеклом, запечатано так, чтобы третьи лица не имели доступ к этому раритету. Вы сказали, что нужно звонить. Куда? Центр тревоги. То есть 112. А как правильно начать разговор? Ведь, наверное, фраза «Здравствуйте, у меня есть оружие» будет не совсем правильно понятна. Вы знаете, наши сотрудники Центра тревоги, профессионалы высокого класса, любая фраза будет уместна, вас поймут и будут действовать согласно правилам. То есть можно и так сказать напрямую? Можно и так сказать. Хорошо. А если человек сообщит об этом или полиция узнает о том, что у человека хранится незаконное оружие, и уже месячник у нас закончился, какие санкции к нему будут применяться? Что его ждет? Может ли он тоже без всякого наказания все равно обратиться к вам? Ну вот прежде всего я вам как раз, как вы и сказали, что если человек добровольно сообщит о своем желании передачи оружия, никаких санкций не последует. В любое время? В любое время. То есть не обязательно этот месячник, октябрь у нас. Можно это сделать в любое другое время. Как я сказала, что приедет сотрудник, оружие заберут. Тут маленький нюанс. Конечно, мы это оружие проверим. Что не было ли из данного оружия совершено какое-то правонарушение. Но если было совершено правонарушение, то, соответственно, будет возбуждено производство для проверки, что это. Вы и сказали, что боеприпасы тоже нужно сдавать. И, как мы знаем, 10 лет назад тоже нечто подобное происходило. И было сдано немало боеприпасов. 55 единиц оружия, 1301 патрон. То есть боеприпасы, которые человек может найти в лесу, тоже нужно обращаться в полицию и заявлять о них. Тут, конечно, не только мы о лесах говорим или болотах, где люди гуляют и находят такие вещи. Обязательно о них нужно сообщать. Потому что это не только какие-то патроны, а бывают и более серьезные вещи. Бомбы, мины. Обязательно нужно сообщать. Но, кроме того, мы сталкиваемся в своей работе с такими ситуациями, когда люди проводят масштабные реновации своих домов. И находят на чердаках, в подвалах оружие своих дальних родственников или бывших хозяев. И тут как раз наша просьба. Не оставляйте его там. То есть можно ли говорить, что скорее вот эта акция, этот месячник нацелен на так называемых археологов, любителей, охотников, тех, кто случайно что-то нашел? Да, конечно. Ну и не только на эту категорию. В эту категорию у нас могут попасть и владельцы оружия, которые своевременно не продлили оружие. И они тоже считаются уже незаконными владельцами оружия. Давайте напомним правила безопасности. Если человек обнаружил оружие, какой-то боеприпас, ту же самую бомбу или мину в лесу, как нужно поступить, что нужно делать и чего категорически нельзя делать? Ну категорически начнем как раз с этого, что категорически самому я как раз мы, если вот есть категория одно дело оружие вы нашли, вот, а если все-таки взрывчатые вещества, то, конечно, лично, хотя у нас такие ситуации имели место, когда человек положил мину в авоську и пришел в полицейский отдел. Трогать самим не надо. Служба спасения по короткому номеру 112 сообщаем, и уже мы действуем согласно регламенту. Ну последний раз, как Лена сказала, уже такая вот масштабная кампания, когда население призывали регистрировать нелегальное оружие, проводилась 10 лет назад. С чем вызвано сейчас вот это вот повторение? Ну повторение мать учения. Но чаще, чем раз в 10 лет, в общем-то, нет необходимости? Конечно, необходимость есть, потому что люди забывают, люди становятся более или менее невнимательными. Всегда напоминание есть хорошо. То есть сейчас такая у нас масштабная акция, ну как мы сказали с вами раньше, сдавать оружие, то есть передавать оружие его полиции можно в любое время. У нас в гостях сегодня была ведущая специалистка из Клинского отделения полиции Пыхевской префектуры, Лайна Каменская. Спасибо. Спасибо большое.